Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков SwissQuot», в рамках которого мы посмотрим, какие интересные торговые идеи сегодня есть, как можно заработать деньги. Напомню, что меня зовут Игорь Суздальцев, и вы находитесь на Интерстриме Utrade TV. И сегодня, кстати, у нас 19 октября 2020 года, понедельник. Итак, коллеги, давайте посмотрим на платформу MetaTrader 5 и подумаем, что интересного сейчас на рынке и как мы можем заработать. Ну, прежде всего, евро. Мы с вами говорили, что центральной идеей сегодняшнего дня стратегической может быть ослабление доллара. Евро был в этот момент в отрицательной зоне. Но посмотрите, наш прогноз оправдался. Он стреляет за три часа стремительный рост. Давайте посмотрим, сколько можно было заработать, если идти по нашему прогнозу сегодня. Можно было заработать 41 пипс. Это хорошие деньги. Так что тема есть. Целью можно считать 1.1810. Это цель, выше которой я вижу евро на день 3 ноября, друзья. На день 3 ноября. Почему? Потому что день выборов. Я считаю, что доллар будет ослабляться к этому времени. В основном ставка на скандальность Трампа, на его борьбу. Потому что он явно уже проигрывает какие-то срочные меры, какой-то компромат, какой-то скандал. Но пока Трамп не оправдывает моих ожиданий, моих инвестиций. Я, понимаешь, на это сделал публичный прогноз. Имя свое, можно сказать, светлое поставил. А он не мычит, не терится, ничего не делает, никакого скандала. Ну, чуть-чуть. Буквально, так сказать, пообещал, что мир будет контролировать с позиции силы. И попросил посадить Байденов за коррупцию и так далее. Ну, вот хоть что-то начал делать, понимаешь. Поэтому, друзья, да, вижу наверх 1.18.10 целью. Фунт-доллар еще более впечатляющий себя повел. Посмотрите, он подрос за сегодняшний день на 83 пипса. Поэтому тот, кто стоял в продаже доллара, то есть в покупке фунт-доллар, я считаю, очень грамотно сделал. И целью остается утренняя цель 1.30.60. Да, стоим, ждем. Тейк-профит, я думаю, здесь надо будет поставить, потому что достаточно сильный такой торговый диапазон. Могут и не выйти. Убрать по максимуму. Доллар японская иена с утра поднялся, но опустился. Такое впечатление, что мы пойдем сейчас вниз на отметку 105.09. Но я лично бы не заходил. Ровно середина торгового диапазона. В пятницу в этих же пределах закрылись. Сегодня стоим на 105.35. Такого серьезного движения, чтобы войти куда-то, я не вижу. Доллар-франк. По франку посмотрите, как резко доллар с утра стартанул. Прямо ух, стрельнул. И потом тремя часами завалился. Та же история, похожая на других инструментах. Три часа последние прямо. Прямо сильно повлияли. Ну посмотрите, да. Не как Трамп, вот я говорю, Байденом и международными делами вытащил наверх. А ну, кстати, на сколько вытащил, давайте посмотрим. Но не удерживает. Не верят Трампу, видите. Даже в такие серьезные заявления, как-то легкомысленно к нему относятся. На 18 пипсов вытянул и потом... Кстати говоря, на сколько ушли мы вниз по франку? По доллар-франку вниз. Кстати, мы на лаях дня. На 36 пипсов. Ну, не какая-то, не скажем, не динамика, не катастрофическая. Но, коллеги, обращаю ваше внимание, свечу большую нисходящую не выкупили. И поэтому явно-явно динамика нисходящая. Целью можно поставить 0.9085. Что он каждый день на прошлой неделе, по сути, пытался, пытался вытащить наверх доллар, что-то, так сказать. Ну, он как бы пытался свой авторитет поднять, естественно, своими выступлениями. Но доллар на этом рос. И никак. А вот сегодня такое впечатление, уже вершина недоверия ему. А до выборов, друзья, ровно две недели 3 ноября. Ровно две недели. Ровно две недели. Нет, ничего пока не может. Ну, может быть, как раз таки на вот это время тающее. Может быть, заставит его что-то делать поактивнее. Но пока доллар вниз, ничего не сделает. Доллар канализ, друзья. Тоже вниз. Ну, вот интересно. Я уже, кстати, поставил, коллеги, кто торгует на Форексе, не забудьте поменять CFD с ноября на декабрь. Потому что завтра экспирация, и Форекс уже остановил торговлю ноябрьским контрактом по WTI. Это бренд у меня открылся. Тори-стори, бренд открылся. Вот. По WTI переходите все. В бренд в минусе, смотрите. Он с утра затащили, затащили наверх и развернули вниз. Слушайте, а что творится так? У нас, смотрите, как с утра разводочка мощно наверх. И тоже тремя часами вниз придавили. Интересно. Это я просто к вопросу доллар-канадца. На падающей нефти доллар-канадец снижается. Это значит, у самого доллара большие проблемы. Да, коллеги, это такой косвенный признак важный. Австралийц растет. Вот посмотрите, как мощно вырос. Посмотрите, как хорошо прямо. Давайте посмотрим. Его вниз в пятницу протащили, а вернули. И вот сейчас он на хаягня, кстати говоря, 33 пипса. Да, верю. Верю. И движение по австралийцу 0,71, 64. 60 пипсов от текущих. Вполне себе верю. Далее. Доллар-турецкая лира. Если доллар даже по турецкой лире снижается, ну это все уже. Значит, кирдык. Такс. Никак не могут затащить наверх фонду. Смотрите. С утра пошел, пошел, пошел. И завалили. Сейчас минусы. Нет для меня этого рынка, честно вам скажу. S&P 500. А S&P 500 удержался. Вот смотрите, какие разные картинки. Такс в минусе, S&P 500 в плюсе. Значит, друзья, денег больше идет в американский фондовый индекс. Поэтому берите фьючерс на S&P 500 и стойте на отметку 3,577. Это 78 пипсов от текущих. Хорошие деньги. Верю. Долго-то пошло наверх. Текущая цена 1910.26. Замечательно. Верю. И целью вижу 19.30. Вполне себе легитимный. Это 20 долларов от текущих. Серебро пошло наверх красиво. Цена 25.57 выглядит реальной. И это означает 85 пипсов от текущих. 85 центов от текущих. Не пипсов. Слушайте. Серебро надо брать, коллеги. Самая интересная тема, на мой взгляд. По нефти мы поговорили. Снижается. Вот так, неубедительно. Я бы на нефть посмотрел, мне нефть пока непонятно. Натуральный газ растет, наоборот, смотрите. Доллар, китайский юань. Опа. По китайскому юаню на лоях дня. Доллар падает по китайскому юаню. Друзья, доллар. У доллара проблемы. Это серьезно, коллеги. Если сейчас еще и по рублю падает доллар. Еще и по рублю падает. 77, 76. Друзья, продавайте доллар. Все знаки и символы. А вот евро в плюсе. Ну, понятно. За счет того, что евро хорошо растет по доллару. 11,755 в моменте. Так что продавайте доллар. Вот тема. Сегодняшнего дня. И то, что мы ожидали по евро и по фунту. Ну, это была основная идея. Это сработало. Это сработало. Причем для меня удивительно, что и по доллар-иене доллар зашел в отрицательную зону. А здесь я допустил неточность утром. Я сказал, что он может расти на падающем долларе. Доллар-иена может расти. Это действительно так. Это часто так. Но вот сегодня, смотрите, у доллара какая-то большая, прямо серьезная проблема сегодня. Видимо, проблема недоверия Трампа. И поэтому прямо серьезненько так все. Коллеги, доллар просаживается значительно сильнее, чем можно было этого ожидать, чем даже есть намеки в фундаментальном анализе. Тут уже надо задуматься. Какие-то, может быть, даже экономические факторы здесь добавляются. Ну, а кто не хочет на эту тему не думать, то и не думайте. Вот мы увидели закономерность. Мы для этого собрались. Все вместе сели, обсудили. Увидели закономерность. Доллар падает. Причем по всем фронтам. Все, продаем доллар. Что тут думать? Тренды не меняются за пять минут. Поэтому в течение дня до 16.30, а это все-таки 4 часа, постоять в продаже доллара, я считаю, отличная идея. И фунт из главных подозреваемых, конечно, фунт. Фунт летит наверх прямо красиво. Пятый час подряд. Будьте бдительны, друзья. Здесь можно хорошо заработать. Спасибо, коллеги. Всем удачи.